Жалоба на бездействие судебных приставов, образец по алиментам. После расторжения брака семьи с несовершеннолетними детьми сталкиваются с проблемой оплаты алиментов. Не всегда этот вопрос решается мирным путем. Нередко встречаются случаи, когда алиментщики скрываются, отказываются оплачивать содержание ребенка. Ведущую роль в процессе взыскания долговых обязательств по алиментам играют судебные приставы-исполнители. От того, как будет построена работа, и какое отношение у сотрудника к выполнению своих служебных обязанностей зависит благополучие ребенка. В связи с этим важно знать, куда пожаловаться на приставов за бездействие по алиментам. Роль ФСПС в процессе взыскания алиментных обязательств. Основные функции в процессе взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних детей после развода возлагаются на приставов. Они действуют на основании исполнительного документа. Судебные приставы – это должностные лица, которые исполняют решения и постановления судов. Процесс изыскания начинается только после получения решения суда, на основании которого имеется исполнительный лист. Бывшие супруги получают его в суде и обращаются в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов. Задача сотрудников ФСПС – уведомить должника об открытии исполнительного дела в отношении него. Для этого гражданину отправляется письмо. Должник должен явиться на беседу. Это необходимо для того, чтобы установить его источник доходов, место трудоустройства, наличие имущества. Направить в адрес организации уведомление и копию исполнительного листа для взыскания с алиментщика части заработной платы в часть погашения долга. Не всегда должники идут на контакт. Часто встречаются ситуации, когда они не являются на беседу, скрывают свое место работы, не устраиваются официально, чтобы избежать. Уплаты денег на содержание детей переписывают свое имущество на родственников. В обязанности приставов входит организация процесса взыскания алиментов. Обязанность сотрудников СПС в данном случае заключается в том, чтобы выявить место работы должника, получить информацию о его банковских счетах, зарплатных картах, наличии имущества. Для этого делаются запросы в налоговую службу, ГИБДД, банковские организации. Куда писать, если пристав не выполняет свои обязанности, доказательства бездействия? Если даже после вынесения исполнительного листа получить положенные алименты не удается, бывшая супруга может потребовать бумагу. Проделанных действиях, которые предприняты для взыскания задолженности. Если судебному приставу известно, что у гражданина есть счеты в банке, он работает неофициально, получает серую зарплату, но ничего, не предпринимается, получатель алиментов написать жалобу на бездействие сотрудников СПС. У граждан возникает вопрос, куда обращаться, если приставы бездействуют по алиментам. Существует три варианта подачи жалобы. Старшему исполнителю территориального отделения. В прокуратуру, в суд, важно. В соответствии с нормами законодательства сотрудникам ФССП сдается два месяца на установление источников дохода, наличие имущества. Обращаться с жалобой можно в том случае, если сроки затягиваются, необоснованно выносится отказ о возбуждении исполнительного производства. Образец жалобы на судебного пристава по алиментам его руководителю. Право на обжалование действий сотрудников ФССП с исполнителей закреплено в 124 статье Федерального закона об исполнительном производстве. Обращение может быть отправлено по интернету или лично через приемную. Бланк заявления на законодательном уровне не утвержден. Написать можно в свободной форме, но с соблюдением содержания определенной информации. Образец жалобы на судебного пристава по алиментам, на его бездействие должен содержать основные пункты. В шапке обращения указывается. Организация, куда отправляется бумага. Далее прописываются данные заявителя, фил полностью, контактная информация, адрес проживания. В тексте заявления подробно расписывается номер исполнительного дела, пристав исполнитель, который его ведет. Основные претензии, подкрепленные доказательствами. Требование сменить исполнителя. Совет. Рекомендуется заранее подготовить доказательств бездействия сотрудников СПС. Для этого заранее нужно направить запрос о предоставлении отчета по проделанным действиям. Если отчет не будет предоставлен, это будет служить основанием и доказательством необходимости написания жалобы. Жалоба на пристава по алиментам в прокуратуру. На бездействие ФСПС можно жаловаться в прокуратуру. В обязанности работников прокуратуры входит контроль соблюдения законности действия при реализации исполнительного производства. Жалоба на бездействие судебных приставов. Образец по алиментам в прокуратуру выглядит как свободная форма. Она должна быть оформлена письменно и отправлена тремя способами. Заказным письмом с уведомлением. Передать в приемную территориального отделения Федеральной службы судебных приставов. Отправить через интернет на официальном сайте прокуратуры. Подача жалобы в прокуратуру. Образец заявления может выглядеть следующим образом. В шапке обращения указывается орган прокуратуры, в который оно направляется. А также данные о заявителя, его ФИО и контакты. В основной части обращения подробно указывается, когда вынесено решение суда, номер исполнительного производства. Также нужно указать ФИО сотрудника, который занимается делом. Необходимо указать нарушения, которые допущены приставом. Сделать ссылки на нормы законодательства, нарушенные им. В требованиях указывается просьба проверить законность деятельности сотрудников СПС с целью привлечения к ответственности. К заявлению необходимо приложить. Ксерокопию паспорта заявителя. Копию постановления о возбуждении исполнительного производства. Обращение в прокуратуру рассматривается в течение 30 дней. Судебная жалоба на бездействие пристава по алиментам. Обращение в суд. Один из эффективных методов решения проблем с задолженностью по алиментам. Для обращения в суд с административным исковым заявлением важно подготовить доказательства. Шаблон обращения должен содержать следующую информацию. Реквизиты сторон, как заявителя, так и судебного пристава исполнителя. Наименование обращения. Подробное описание проблемы с момента вынесения судебного решения о возбуждении исполнительного производства. Перечисление фактов бездействия. Описание нарушений с указанием сроков. В просительной части указывается необходимость выполнения полномочий. Жалоба на бездействие судебных приставов может быть направлена в суд. Образца жалобы по алиментам на пристава исполнителя за бездействие нет. Составлять заявление можно в свободной форме, но с указанием обязательных пунктов. Важно! В жалобе должны быть указаны нарушенные нормы. Для этого требуется сослаться на законодательство. Какой метод воздействия наиболее эффективный? Наиболее эффективным способом подачи жалобы считается обращение в суд. Он имеет максимальные полномочия. Срок рассмотрения заявления меньше, чем при обращении в прокуратуру. Он составляет 10 дней. Кроме того, гражданину не нужно оплачивать государственную пошлину. Обратите внимание. Единственным минусом обращения в судебные органы считается сложность в подготовке заявления. Рекомендуется обращаться за помощью к юристам, которые помогут составить жалобу и подготовят документы. Если судебные приставы не выполняют свои служебные обязанности, вследствие чего страдает благополучие детей, важно знать, куда обращаться. С жалобой на бездействие. С жалобой на бездействие.